ребят всем привет с вами макс канал red group сегодня мы с вами разберем что же все-таки выбрать react view или ангуляр со мне не пишите в комментариях согласно но либо не согласны пишите свои доводы потому что я все-таки в основе реактор разработчик нежели view и ангуляр может быть придут профессионалы с ангуляра либо со view и как-то меня поправят вот только пожалуйста без какого-либо хейта и негатива в сторону других людей которые поддерживают другую технологию таких мы будем банить перед началом этого ролика ставьте лайки подписочку на канал оформляйте реакцию и ангуляр это можно сказать фронтендные фреймворки кроме реактора библиотека ну в принципе они находятся в одной корзине которые вам позволяют гораздо удобнее писать интерактивные крутые фронтендные приложения чтобы в этом видео в этом видео мы вкратце коснемся каждого фреймворка разберем ее плюсы минусы недостатки и для каких сфер он подходит для каких он не подходит а в конце этого ролика я дам советы что в итоге выбрать для своего конкретного проекта также ребят напоминаю что у нас открылся второй канал на ю тубе на котором будет выходить вся техническая часть которая была на этом канале все полные курсы все разработки проектов практика там по 5 часов по 6 часов так далее все это переезжает на второй канал называется он red group плюс подписываясь как только наберем 1000 подписчиков мы укладываем первый ролик на этом канале а на этом канале останется другой полезный контент но будет только в более развлекательной сфере и также хотел напомнить ребят что уже в эту субботу 18 числа пройдет замечательный мастер-класс после оптимизации нашу помощь 4 мастер-класс мы каждый месяц проводим мастер-классы стоит там какие-то незначительные деньги там 200 тысяч рублей вы получаете шикарное времяпровождение либо в онлайне может смотреть ли вы можете потом записи запись и исходники доступны вам навсегда ставим кодами после покупки так что можете хоть до даты можно хоть после даты покупать без разницы абсолютно я ссылку оставлю в описании все прочитайте не хочу тратить ваше время сейчас там огромный список преимуществ то что вы получите в этом мастер-классе мы разберем полностью seo от а до я для react и nextgc приложение также разберем как сделать кастомный сср в реакте если вы вдруг нацелены делать все в вашем реакт-приложении не используя next и так далее там огромный список перечень это займет очень много времени я буду все показывать и рассказывать поэтому ссылка в описании изучайте мастер-класс очень крутой как и все другие мастер-классы места граничный ряд будьте внимательны осталось там уже по моему 30 мест осталось прям супер мало так что ссылочку описание оставляю покупайте если кому это интересно актуально опять же деньги небольшие а ценность информации гигантская и так начнем с реакта какие основные плюсы я думаю здесь все очевидно это огромнейшая комьюнити тем самым вам очень легко находить информацию интернете на любой вопрос который возникнет даже самые узкие кейсы они являются популярными да поэтому в отличие от других фреймворках вам реально будет легко найти информацию в интернете по той или иной теме также неплохая поразительность с учетом того что это используется виртуальный дом очень гибкая интеграция с другими библиотеками и фреймворками а также реакте является очень гибкой библиотекой что это значит как минус для некоторых новичков так и плюс для профессионалов вот типа меня там middle и уровнем выше огромный минус в том что новичок огромное количество ошибок может наделать потому что нет конкретных правил как правильно писать приложение вариантов 10 как можно писать один тот же код если бы человеку дали документацию как нельзя делать реакции наверное было бы лучше вот такой документации нету если же мы говорим про профессионалов то здесь наоборот у вас развязаны руки полностью вы можете писать что угодно вы можете от любую структуру приложение который только заходите тут опять же есть минус из этого до исходит то что если вас там в команде много людей работает то нужно писать конкретные правила иначе опять же каждый может написать код по-своему какие недостатки ребят ну вот я уже признал парочку недостатков еще это gsx конечно же да некоторым прям сильно не нравится gsx хотя на мой взгляд он гораздо удобнее чем писать html я не знаю как называется то что во вью и в ангуляре используется когда прям в html вы пишете джаваскрипт но не совсем джаваскрипт короче я не знаю как называется ну типа свои темплейт какие-то определенные касаемо реакта там все понятно есть gsx еще таки право написания кода и на мой взгляд это поудобнее но опять же это мое субъективное мнение я просто react предпочитаю нежели другие фреймворки так что я немножечко буду не объективен но это является минусом потому что вам нужно выучить gsx перед тем как начать писать как приложение также нужно понимать базовые концепции реакта почему происходит рендеринг и как вообще строится рендер в react приложениях все жизненные циклы и так далее как управлять состоянием вот эти все базы момента нужно понимать новичку иначе без этого без такого базового понимания реакта новичку будет крайне сложно ну а если ребят выходите уже на практике ознакомиться реактом паника воспользоваться реальных проектах этом вы можете обучить наши образовать на платформе уже вышла вторая версия на которой работа последние там полгода либо год это было просто феноменальная большое спасибо за поддержку всем можете оценить по ссылке описание наш проект он получится невероятно крутым и новая версия прям просто невероятно так вот у нас есть разные тарифы подписки можете выбрать любой тариф который вам понравится в чем удобство вы покупать подписку и по одной подписка получи доступ ко всем материалам вам не нужно покупать как там у других школ там юдами так далее вам не нужно покупать поштучно материал выплате один раз и сразу иметь доступ ко всему контенту на платформе который там есть 7 интенсивов разного уровня начиная от лайка на театра заканчивая банковским приложение на чистом жаскрипте там мы используем и react и next gs и это абсолютно разные интенсивы если начинающие для продвинутых есть мобильная разработка есть верстка ну то есть огромное разнообразие интенсив кроме этого более там 90 репозиторий в уже на проекте у нас это репозиторий готовых проектов есть vip чат где можете задавать свои вопросы по конкретной разработке если у вас они возникают и много других полезных фишек и преимуществ ссылку остальное в описании чекайте и пишите свои отзывы как вам номер с нашей платформы спасибо дальше в gs еще один фронтендный фреймворк разработанным эваном юм что можно сказать про view gs вокруг него огромное количество хайпа прежде чем перейдем к плюсам сейчас свое мнение скажу многие прям за него яро топят то есть такое свое комьюнити в gs а вот эти ребята они прям очень сильно топят за свой фреймворк и даже если я пишу проект на реакте постоянно мне пишут макс сделано в gs так далее огромный просто комьюнити у него не то что по количеству огромной комьюнити а именно по вовлеченности вовлеченность сумасшедшая и сейчас мы поговорим о плюсах и расскажу почему так происходит основной плюс это легкость в изучении поэтому людям проще приступить нежели там учить концепции реакта учить gs x так далее они просто идут во вью там тот же самый html туда немножечко замешана концепции в gs все это пишется максимально легко и гладко но кривая обучение достаточно непростая она не такого значит плавно дата снизу и вверх идет она идет очень легко 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 а потом как только проект уже начинает приобретать какую-то определенную сложность то есть как он становится все больше и больше по масштабам у вас как будто резко наверх идет реакт в этом плане более стабилен вот но именно по этой причине в реакте идет меньше новичков и новичков потому что сначала запрыгнуть эту вот величину определенно во вью ты можешь плавненько плавненько потом да будет резкий скачок вверх потому что чем проект сложнее тем сложнее view gs также view gs имеет очень хорошую документацию максимально качественную лучше чем в реакте и в ангуляре скорее всего тоже все-таки основное преимущество view gs это просто легкость входа но опять же как я говорю если проект начнет разрастаться становиться все больше и больше у нас на канале были проекты может посмотреть практика view gs а вот там реально можно отследить то как view gs становится сложнее с каждой минуты написания проекта сначала легко 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 проект начинает иметь масштабы какие-то да сразу вверх в гору полетели все очень сложно вот так работаю gs давайте приемте к недостаткам не за так я наверно отмечу такой один весомый недостаток это маленькая комьюнити что это значит это значит что очень сложно найти ответ на свой вопрос это если мы говорим про такие объективные недостатки да есть конечно субъективные мои личные но я говорить не буду это не совсем будет правильно если в реакте просто забиваешь google находишь решение во вью джеста гораздо сложнее таких кейс как у тебя может быть единицы условно но это проблема всех фреймворков которые являются такими вот очень шутка направлен кстати ребята у меня есть в плане идеи снять ролик по свелту напишите в комментариях если это актуально также ребят не забываем принимать участие в нашем конкурсе в честь запуска системы lessons 20 в телеге проходит розыгрыш 5 бустов телеграма и сразу же 5 html lessons подписок нашей платформы образовательной залетайте все что требуется в наш телегу перейти прочитать условия подписаться на телегу и участвуйте в розыгрыше результаты пройдут уже ровно через месяц я не знаю как этот ролик выйдет там в начале июня продают результаты теперь angular angular это такой более весомый фреймворк тут кривая входа еще сложнее чем в реакции на мой взгляд опять же ну я это скажу недостатках но сразу же скажу что имейте ввиду angular пишется на тэп скрипте хоть это уже и везде предстоит скрипт мне кажется на кроме вью разработчиков да ну во вью я значит вью третьем поддержка шикарно тэп скрипта вот в целом все равно тенденция есть старый проект на view 2 допустим они на джаваскрипте если при ангуляр то имейте ввиду что все пишут на тэп скрипте если вы не знаете скрипт либо вы его не любите то ангуляр для вас точно не подойдет что крутого в ангуляре ну круто что это вот прям все идет в коробке если вы писали на джесбк н допустим это та же самая концепция точнее место взяли концепцию с ангуляра когда у вас из коробки идет максимально большое количество всяких интересных функций и библиотек если в реакции во вью вам нужно оставлять все извне библиотеки в ангуляр идет большинство уже из коробок это очень удобно идеально подходит для крупных проектов и следующий плюс из него вытекает очень строгая структура проекта заключение хотелось бы сказать что в целом понятное дело что выбор фреймворка зависит от размера команды от размера проект который вы будете реализовывать от экспертизы команды если команда допустим пишет на ангуляре большинство людей то зачем людям перестраивать если они очень хорошо чувствуют ангуляр ну и так далее я выскажу свое мнение она субъективно может вам показаться напомню что мне 11 лет опыта в разработке вообще из них джаваскрипта 5 лет последние наверное есть какая-то экспертиза определенная и давайте все так по вакансии продержимся на ангуляре очень мало вакансии в основном вакансии то react и view react на первом месте на втором месте в юджи с если вы не опираетесь на вакансии если вы такой человек который хочет сразу же тяжело вначале поучиться зато потом кайфануть берите ангуляры не партись вам будет невероятно сложно в начале потому что вас заставляют сразу писать на тэп скрипте и это прям очень сложно вам нужно будет много концепции выучить джаваскрипта есть свои нюансы много чего нужно будет изучить но ангуляр дает шикарнейшую базу то есть у вас такая будет база которая вам позволит потом перейти на любой фреймворк который только захотите но это не всем подходит потому что многие могут просто перегореть это очень сложно пример можно привести к нить игры типа соус лайк мэл дендринги и так далее где у вас нет выбора уровня сложности вот сразу там хардовый уровень сложности либо ангуля подходит для тех кто если вы уже на других фреймворках пописали там на react на view их очень новенько ангуляр идеально подойдет для больших проектов шикарное решение если же и перейдем дальше касаемо реакции view если вы новичок который хочет легкое обучение вот он закончил версткой хочет перейти сразу же там во фреймворке это плохая концепт но тем не менее если вдруг такой кейс присутствует то выбирайте view.js ну а react для кого react для тех кто готов к gsx готов гибкости проекта готов к тому что вы будете писать на самом популярном фреймворке библиотеке на самом пуля библиотеке а если касаемо проектов да если вы пишете большой масштабируем проект и вам нужна гибкость берите react если вам нужна большой масштабируем проект но при этом нужна строгость берите ангуляр надеюсь это видео помогло вам сделать правильный выбор я может быть что-то упустил пишите в комментариях свои идеи вообще по этому поводу что я упустил лучше буду лайкать на этом все ребят конкурс в описании подписка нашего писания обучайтесь кайфуйте лайки тоже в описании и мастер-класс тоже в описании ребят и на ссылка на канал рэдгрупп плюс тоже подписывайтесь на этом все с вами был макс колорит группа всем спасибо просмотр всем пока